Сборная России вылетела с чемпионата Европы. Спорт день за днём разбирается. Почему и что с этим делать? Грустно сообщать, но сборная России вылетела с чемпионата Европы. И не сказать, что это было неожиданно. Да, это было вполне ожидаемо. И, собственно, наверное, очень многие ждали этого еще до турнира. Но я думаю, что сборная России доказала, что она может играть неплохо. То есть, ну скажем так, мы понимали, что Бельгию мы не обыграем, что поражение от Бельгии это очевидно. Окей, оно случилось. Финляндию мы обыграть должны были. Мы её и обыграли. Решающий матч был со сборной Финляндии. И если помните, матч против Дании на молодежном чемпионате Европы. Но отчасти это было похоже, потому что футбол в этих странах находится сейчас на разном уровне развития. И я думаю, что этот матч на уровне уже первых сборных подтвердил это. Да, это объективно. Сборная Дании сейчас на совсем другом уровне развития находится. И это не какая-то грустная, печальная новость, хотя и так оно и есть. Но это скорее наша проблема. Проблема, которую необходимо решать. И как мне кажется, РФС сейчас делает первые шаги в этом направлении. И может сейчас много говорить о том, что эту сборную можно полностью выбрасывать, там всех выгонять футболистов из состава и так далее. Но дело не в этом. Это не конструктивное решение. Можно уводить Черчесова, но не он решает сейчас. Не он отвечает за то, какую сборную мы увидим лет через 5-6, а может быть даже 10. Потому что это сборная, которая комплектовалась годами. И проблема тут начинается скорее тогда, когда футболистам лет по 7 буквально, по 10 и так далее. То есть проблема идет в базе. Лично я на этом турнире увидел у футболистов определенный страх. Боясь того, что они могут играть хорошо. Причем моментами сборная России действительно играла хорошо. За это нужно поблагодарить Станиславу Черчесову, потому что раньше, то есть до Черчесова, команда Слузского, команда Адвоката, этого не виделось. Хотя игроки там были даже более высокого уровня, чем сейчас. Вот. И мне кажется, Черчесов сделал максимум. И можно, конечно, и увольнять его, но опять-таки проблема не в нем. Проблема в том, что нужно вкладываться в детей, нужно развивать массовость футбола. И только тогда, в будущем... Ну, то есть, берем пример с датчан. Они хорошо прокачали свой футбол и даже главный их тренер. Может быть, в этом плане можно сделать небольшой укор Станиславу Черчесову. То, что Хьюлман занялся развитием детского футбола, подсказал, что нужно сделать для этого. И активно этому способствовал. Может быть, Черчесову стоит тоже больше вникать в это и больше предлагать. И... Ну, в любом случае, так или иначе, с Черчесовым или нет, нам нужно развивать детский футбол, поднимать его, чтобы у нас был не только Зенит, чтобы не только Зенит выигрывал все турниры, а чтобы был красивый футбол на детско-юношеском уровне. Без большого прицела на результат, но с максимальным прицелом на развитие футболистов. И только тогда, тогда у нас... Тогда мы сможем выходить в плей-офф чемпионата Европы. И тогда у нас будет... Мы сможем выходить стабильно в плей-офф чемпионата Европы. И тогда мы сможем действительно радоваться и не переживать, и не костелить сборную еще до начала турнира. Я думаю, что нас ждет светлое будущее. Ну, вот такой вот привет получается из Копенгагена. 1-4 вместо, ну, либо минимального поражения, либо ничьей. Ну, скажем так, по подготовке. Команда была готова хорошо физически именно к этой игре. Лучше были готовы, чем к Бельгии. Тактически были состоятельны, скажем так. Ну, так получается, что стилистика именно вот этого созыва сборной, вот на данном стадии его развития, такая, что голы привозят к себе сами. Ошибки все, скажем так, практически невынужденные. Не выручил Сафонов в первом эпизоде. Ну, про второй говорить нечего. Пропустили тогда, когда не должны были этого делать. Тем не менее, предлагаю все-таки не выплеснуть, выплескивать воду вместе с водой ребенка, потому что некоторые футболисты, я думаю, вырастут. Дивеев подрастет обязательно. Причем это может случиться уже к чемпионату мира в Катаре. И, в принципе, вообще вот на этом базисе можно построить неплохую команду именно к Катару, что, собственно, я так понимаю, тренерский штаб имел в виду. Ну, а сейчас нужно просто понимать, что эта группа была нам не под силу. И, кстати, вы просто не представляете, какой здесь праздник, как датчане умеют радоваться, какая у них культура боления за сборную и вообще единение с футболистами. Нам вот и в этом плане было бы неплохо поучиться. Ну, пока что вот все, что имеем.